На концентрацию внимания ребенка, фокусировку взгляда, первые слова и развитие речи в целом родители и педиатры обращают внимание чуть ли не с первых дней жизни малыша. Ребенку порядка 2-3 лет мы уже можем оценивать концентрацию внимания в какой-то временной промежуток. Почему? Потому что обычно к 3 годам дети идут в детский сад и там начинаются уроки раннего развития. Сколько это должно быть? В норме урок и концентрация внимания в 3-х летнем возрасте это 10-15 минут. Он должен понять суть того урока или занятия, которое проходит и обязательно должен быть логический ответ завершения. К примеру, творческие занятия, аппликация или лепка. При помощи инструкции взрослых у малыша должна получиться подделка. При этом время концентрации внимания ребенка с возрастом растет. Для шестилетки составляет уже полчаса, а в средней школе от 45 минут. Причиной неусидчивости может быть дефицит внимания. Чаще всего родители сталкиваются с этим в детском саду и начальной школе. Причем специалисты подразделяют возникновение этого диагноза на несколько механизмов. И на самом деле мы с вами видим такую динамику, что гиперактивных детей много, а взрослых гиперактивных единицы. Уже как бы эта проблема, как говорится, израстается. Например, вот это наследственный механизм возникновения. Другой механизм возникновения синдрома девицитов внимания с гиперактивностью это действительно воздействие тех или иных факторов, которые были в перинатальный период. То есть это период перед беременностью, во время беременности и во время родов. То есть те или иные вредности, допустим, трудности родовые, трудности инфекционного какого-то генеза. Но если ваше чадо слишком активное, это еще не повод ставить диагноз синдрома дефицита внимания. Это может сделать только врач. А вот обратить внимание родителям нужно на следующие особенности поведения своего ребенка. Невозможность удержать себя на месте, повышенная импульсивность и безнаказанность. То есть состояние, когда малыш не воспринимает всерьез старших. Мария Левина, Новости губернии.